Там поменяли две должности. И создали Роскосмос, и поменяли руководителя агентства по космосу Российской Федерации. Я как раз считаю, что кадровая замена нормальная, и там действительно пришли хорошие специалисты. Вопрос только вообще в другом. Вопрос не в том, какие руководители, с какими фамилиями управляют тем или иным сектором государства. Вопрос в том, какая государственная политика проводится в целом, стратегическая политика, в частности в этой отрасли. Если мы внимательно посмотрим, то что совокупность политики, которая проводится на территории России, это политика на ликвидацию высокотехнологичных отраслей. Мы видим, что уже в России ликвидирована авиация в тех масштабах, как она была. Напоминаю, что в Советском Союзе каждый третий самолет мира был советский. Сегодня там просто проценты, доли процентов от этих цифр. То есть это уже ликвидировано. Ликвидирована наука, мы видим историю, когда сходу попытались ликвидировать Российскую Академию Наук. Соответственно, идет массовая, я бы сказал, такая разрушительная деятельность в Роскосмосе. Вот если вы внимательно посмотрите, за последнее время из семи аварий, которые были в Роскосмосе, шесть это военные объекты, военные спутники, военные ракеты, и один только объект коммерческий. То есть явно фокус воздействия на эту отрасль направлен на ликвидацию военной компоненты. И в целом на ликвидацию передовой науки в области космоса, пока Россия занимает передовую. Но это и логично. Колонии не положено иметь космонавтику, колонии не положено иметь ученых, отсюда Российская Академия Наук. Не положено иметь промышленность, не положено иметь машиностроение. Много чего колонии не положено иметь. По каким-то причинам, в том числе благодаря Путину, вот уже 23 года у нас не все ликвидировано. Но если так дело пойдет, лет через пять будет ликвидировано все, кроме нефти и газа. И там чуть-чуть продовольствия для небольшого объема собственных нужд. Решение здесь, как и во всех предыдущих случаях, восстановление суверенитета страны. Статус колонии отличается от статуса свободной, суверенной страны тем, что и много чего нельзя. А все остальное есть исполнение этого стратегического решения. Так что свобода означает восстановление космоса, науки, авиации, промышленности и всего остального. Нет свободы, все это будет закрыто полностью.